Первый фестиваль уличной культуры прошел в Хабаровске. Станцевать брейк, покатать на скейте, нарисовать граффити приехали участники из разных районов Хабаровского края. Всего у стадиона имени Ленина собралось несколько десятков райдеров, художников, музыкантов и танцоров. Местные предприниматели и активисты сделали фестиваль «Город улиц» своими силами. Творческая тусовка в репортаже Татьяны Рейпиной. Самый главный человек, наверное, на этом празднике, это человек, который создает настроение, создает настроение музыки. Как вас зовут? У меня Алексей Флекс. Флекс? Да. Вот такой вот Флекс. Вы такой колоритный, красивый мужчина. Так, что у нас тут сегодня происходит? Сегодня фестиваль уличных культур. Грубо говоря, все субкультуры города собрались в одном месте, прямо здесь, на стадионе Ленина, и прокачивают, танцуют, катаются. Собрать все субкультуры вместе на одной улице решили хабаровские активисты. Большой фестиваль организовали почти без денег. Стихийно, как это обычно бывает в тусовке, на помощь пришли скейтеры, беймиксеры, танцоры и художники. На одной улице собрались представители десяти объединений. Уличные культуры в своей основе, как никто другой, притягивают молодежный интерес. То есть они, даже если ребята не катаются, не танцуют, им все равно интересно. То есть какой-то движ, что-то происходит, примкнуть к какой-то тусовке. За восемь часов праздник посетили около 15 тысяч хабаровчан. Кроме показательных выступлений, местные граффитисты оставили свой след на набережной. Несколько часов сражались с ветром, с баллончиком в руках. В итоге получились яркие стрит-арты, которые на время оставят у берегов Амура. Для сообщества уличных художников это один из редких шансов широко и открыто показать свое творчество. Есть легальные стенки, но их очень мало, к сожалению. В основном это дома на холстах. Но хочется побольше, конечно. Приходится ждать. А где тогда рисуете? Вам же надо навык вырабатывать. Ну вот либо ждем таких моментов, либо уходим куда-то в глушь, в тишь. Вандальничает. Там ребята на баттлах. Просто они там кайфуют. Мы притащили ребят с сап-клаба, они поставили дичайшую тачку. Там так атмосферно, там такой звук. Научиться азам уличных направлений смог любой желающий на мастер-классах. Благодарности от молодежи организаторы начали получать еще до самого события, когда монтировали площадку. Особенно за профессиональный скейтодром. После фестиваля на стадионе Ленина оборудование на постоянной основе установят около арены Ерофей.